В объективе программы Central Asian Report Тренды геополитики, точки консолидации, панорама современных реалий Центральной Азии Политика, экономика и культура. События, тенденции и люди. Все это на одной территории. Здравствуйте, это программа «Центральная Азия». Смотрите сегодня в нашем выпуске. Экономические процессы стран Центральной Азии в последнее время становятся объектом серьезного внимания международных организаций. 16 лет назад по инициативе президента Казахстана Насултана Назарбаева была создана специальная программа ООН для экономик Центральной Азии – СПЕККО. Ее эксперты предлагают свой взгляд на развитие экономики региона. По мнению экспертов СПЕКО, затрудняющим фактором развития экономик стран Центральной Азии является их географическое положение. Отсутствие прямого выхода к морю вынуждает государство нести большие затраты при транспортировке грузов на внешние рынки. Поэтому для региона дифферсификация экономики, развитие транспортно-логистической инфраструктуры – острая необходимость. Одним из первых шагов по региональному сотрудничеству в этой сфере стало открытие трансконтинентальной железнодорожной магистрали «Казахстан-Турменистан-Иран». Через эту магистраль открывается кратчайший путь к мировым рынкам. С одной стороны это выход на Ближний Восток, с другой – в Балтийский регион, Европу и третья – через Казахстан, в Китай. После завершения проекта перевозка грузов для Казахстана и Турменистана в сторону Персидского залива станет дешевле и короче. Эксперты СПЭКа придают этому событию важное значение, как, впрочем, и другому транспортно-логистическому проекту «Автомагистрали. Западная Европа. Западный Китай». Это даст свои позитивные плоды, поскольку значительно сократит транспортировку грузов, скажем, с Дальнего Востока, с Китая, с других стран, через Казахстан, в Европу. На поддержание и развитие транспортно-логистической инфраструктуры по подсчетам Азиатского банка развития ежегодно требуется около 375 миллиардов долларов. 160 миллиардов долларов необходимо для содержания железнодорожных и автомобильных магистралей. В общей сложности, если взять другие направления, то затраты составят свыше 800 миллиардов долларов. Конечно, это огромные средства, но они необходимы, потому что действительно дают свою отдачу. Создание качественной инфраструктуры положительно повлияет на экономический рост как отдельных стран, так и всего региона. Развитая коммуникационная сеть будет содействовать расширению торговли и усилению экономической интеграции. В рамках СПЕКа есть шесть проектных рабочих групп, одна из которых как раз занимается развитием информационно-коммуникационных технологий и связей. И мы планируем в этом году провести очередное мероприятие этой проектной рабочей группы в Таджикистане. Глобальный экономический кризис по-прежнему влияет на расстановку экономических приоритетов. Новый виток осложнений в геоэкономике должен придать ускорение сферам экономики стран Центральной Азии, которые долгое время в силу объективных и субъективных причин не считались приоритетными. В этом заключается парадокс и в то же время уникальный шанс сегодняшнего времени. С 1 января начала работу новая геоэкономическая структура – Евразийский экономический союз. В него вошли четыре республики – Россия, Казахстан, Беларусь, Армения. По занавес 2014 года стало известно, что пятый участник экономического союза – Кыргызстан – присоединится в мае этого года. Но уже с января Кыргызстан участвует в работе руководящих органов интеграционного объединения. Ожидания и перспективы Кыргызстана в ЕС в материале из Бишкека. Правительство Кыргызстана уже переформатировало и привело в соответствие с требованиями Евразийского экономического союза около ста законопроектов, актов и постановлений. После вхождения республики в ЕС, кыргызские границы становятся его внешними рубежами. Россия уже выделила 200 миллионов долларов на модернизацию пограничной инфраструктуры. Для завершения этих работ необходимо еще 170 миллионов долларов. Эти средства республика надеется получить от соседнего Казахстана. Казахстан стоял у истоков объединения, создания уже на экономических интересах союза. То, что инициатива 20 лет тому назад была, она начинает давать плоды. В рамках нового экономического союза определены 4 свободы – товаров, услуг, капитала и труда. Для Кыргызстана свободное перемещение рабочей силы особенно актуально. Свободное передвижение без разрешения на работу, без патентов, без всяких этих устраивается на работу. И спокойно находится. Сроки пребывания тоже увеличиваются. В общем, очень много вопросов, которые решатся и облегчат жизнь наших мигрантов. Многие годы республика жила в основном за счет реэкспорта китайских товаров. В этой же сфере был сосредоточен малый и средний бизнес. В связи с евразийской интеграцией Кыргызстану придется отказаться от реэкспорта и выбрать вектор развития собственного торгово-промышленного сектора. Поэтому сегодня в числе приоритетов экономики – создание соответствующей инфраструктуры. Мы не имеем пока что возможности свою продукцию показать лицом, потому что мы еще на сегодняшний день не имеем ни одного терминала, где можно было бы в экспортном порядке продукцию подготавливать именно к экспортной продаже. Для реализации программы по промышленному возрождению Кыргызстан и Россия создали совместный фонд развития, общий размер которого – 1 миллиард долларов. Первые деньги фонда поступят в Кыргызстан уже весной этого года, в период, с которым ассоциируется время возрождения, расцвета. Построение гражданского общества – одно из приоритетных направлений государственной стратегии реформ в Казахстане. Республика лидирует среди стран Центрально-Азиатского региона по количеству неправительственных организаций. Количество должно перерасти в качество. Активное развитие НПО предполагает большую эффективность и прозрачность своей работы. Неправительственный сектор, достаточно динамично развивающийся в Казахстане, сегодня решает проблему подотчетности перед своими бенефициарами, то есть перед теми, кто использует их услуги. Этот вопрос возник в результате исследований, который провел фонд Евразия Центральной Азии. Согласно их результатам, многие НПО и их благополучатели, они не понимают вообще для чего существуют. То есть есть как бы миссия улучшить жизнь какой-то определенной целевой группы. Были опрошены представители 100 казахстанских НПО и 200 их бенефициаров. При этом 58% респондентов со стороны неправительственного сектора составили общественные объединения, 28% – общественные фонды, 9% – объединение юридических лиц, остальными же участниками стали частные неправительственные учреждения и фонды. Большинство опрошенных НПО работают более пяти лет. Наши НПОшники, они не так уж и близки к своим бенефициарам, хотя любым благополучателем проекта обычно это является обычным гражданин Казахстана. Значит, мы можем, так скажем, сделать такой вывод, что наши НПО, видимо, с ними тесно не работают, и многие проекты у них, видимо, поверхностные, либо не имеют такого высокого результата и логики и так далее. В Казахстане около половины представителей неправительственного сектора не считают необходимым отчитываться перед обществом. Кроме того, многие понимают подотчетность исключительно как финансовую и налоговую. Тут как раз-таки возникает вопрос, то есть, а понятно ли нашему населению деятельность наших казахстанских НПО? В какой степени она понятна? То есть, понятна ли наша деятельность вообще всем заинтересованным сторонам? Механизмы отчетности применяют по данным исследования только 20% казахстанских НПО. Для 61% респондентов основным преимуществом подотчетности является информирование, демонстрация значимости НПО, свидетельство вносимого ими вклада в развитие общества. Как считают эксперты, подотчетность должна быть прописана законодательно. Мы должны ориентироваться на опыт наиболее развитых экономик, наиболее развитых обществ, так скажем, да, то есть, где мы должны занять достойное место. И тут мы должны использовать все возможные инструменты и так далее, и подходы. Эксперты, исследующие деятельность НПО, отмечают, что на сегодняшний день Казахстан является одним из лидеров по количеству субъектов третьего сектора среди стран Центральной Азии. И немаловажен факт, что именно НПО стали уже реальными участниками процессов принятия решения на государственном уровне. Но, как считают специалисты, необходим более прогрессивный подход к вопросу ответственности и подотчетности работы третьего сектора перед своими бенефициарами. Народы Центральной Азии исторически и традиционно связывают крепкие дружественные отношения. Это касается и торгово-экономических связей, общих исторических корней, духовностей и культуры. Каждый народ уникален, как и каждое государство. Для таланта же нет границ. Есть особые дарования, которые стали достоянием всей Центральной Азии. В студии Парвиза Назарова можно услышать звучание музыкальных инструментов многих стран мира. Вдохновляясь путешествиями, он пишет песни, неотражающие впечатления от поездок. Но самыми близкими и любимыми для него остаются Казахстан и Таджикистан. 20 лет назад он впервые попал в Алматы на конкурс «Голос Азии» и был пленен страной и ее культурой. У меня был большой такой коллектив тогда. Нас было 9 человек, 4 танцора, 5 музыкантов. Мы работали вот таким составом. Мы все были до глубины души потрясены. Вот я очарованный, конечно, Казахстаном. После конкурса Парвиз вернулся в Душанбе. Но уже через два года созрело решение уехать в Казахстан надолго. Он увидел профессиональные перспективы, возможность поработать с казахстанскими студиями, музыкантами и продюсерами. Но в Алматы он привез с собой в своей музыке таджикскую культуру. Мои корни, даже если бы я этого не хотел, они все равно во мне. И вот эта вот культура, традиции, музыка, все, что я впитывал в себя, когда был маленьким, когда рос вокруг меня, все, что происходило, все это, конечно, во мне. Оно в моем сердце, в моей голове, в моих воспоминаниях. И, естественно, даже если бы я этого не хотел, все это все равно будет вылазить в виде каких-то, может, слов к песням или какой-то мелодии, вот, это все равно будет. Казахстанская публика радушно приняла певца. Успех и популярность Парвиза Назарова разошлись по миру именно из Казахстана. После того, как эти песни стали известны здесь, после, через много-много лет они стали известны в Таджикистане. Приняв и прочувствовав казахстанскую культуру, Парвиз часто поет казахские народные песни и песни местных авторов. А недавно он привлек к записи новых композиций и свою сестру, певицу Ситору Назарову. Сейчас они готовят две песни на казахском языке. В мелодичной балладе уралшиаке осталось записать только партию дамбры. А песни Алгажа Стар к казахскому колориту добавится еще и жаркая восточная нотка. В ней зазвучит турецкий барабан Дарбука. По словам Парвиза, необходимо сохранять национальную культуру не только в творчестве, но и в быту. Он женился на казашке, и его семья объединила в себе таджикские и казахские традиции. У меня жена казашка, я таджик, и мы должны вдвоем способствовать тому, чтобы этот огонек традиции в нашей семье, он всегда горел, и наши дети знали, откуда они, какие у их предков была музыка. В музыке Парвиза отражаются таджикские и казахские мотивы, впечатления от путешествий и открытий. Впереди большое будущее, потому что позади крепкий тыл, традиции и культура. Вы смотрели «Центральную Азию». До встречи в эфире на телеканале «Казах-ТВ». Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова